Есть ли у вас работы, особо вам дорогие, которые, допустим, представленных или среди тех, которые не представлены здесь, которые вызвали у вас, так сказать, мучительное раздумие, неудовлетворение, а потом наоборот творческий пав, такое вдохновение? Есть ли работы, которые вы писали долго, есть ли работы, которые на одном дыхании написаны? Да, есть небольшой пейзаж, который я сюда принес, и он стоит внизу сейчас. Я его написал за полтора часа на картонке, там туманное утро в Шпайхерштадт, и как-то я удивился тому, что мне удалось передать такой нежно-жемчужный колорит вот этого вот раннего туманца с легким небом, я его писал частично с натуры, потому что я встал у окна и написал «Утреннее небо», некогда было куда-то идти. А к утреннему небу я снизу пририсовал Шпайхерштадт, вот, от себя. И поэтому получился такой... Потом я его отнес, вот, посмотреть при другом свете. Смотрю, есть какая-то таинственная жемчужность, и она не пропадает. Вот, но это чисто субъективные ощущения, и говорить о том, что этот пейзаж лучше, а этот хуже, просто-напросто, я считаю, не объективно и, наверное, не имеет смысла. Нет, я просто спросил о ваших ощущениях, ведь они тоже субъективные. Да, субъективные, вот, очень субъективные. Конечно, конечно. И сила художника в его субъективности. Но все-таки я вот понял так, что, и даже это видно по картинам, что определенное влияние каких-то на каждом жизненном, причем, этапе, влияние как-то разное было. Вот вы выбирали, есть такой, правда, термин «не создавай себе кумира», но, тем не менее, он и правильный, и, наверное, и неправильный. Если бы, так сказать, не было бы такого, мы бы, наверное, ничем его не будем и не научили. Традиции всегда существовали и будут существовать. Традиция – это не позорная вещь. Другое дело, что говорил Далекруа, Далекруа, великий французский художник, что бойтесь авторитетов, что не надо подражать авторитетам. Но ведь это дело внутреннего чувства. Если есть желание взять в руки книгу Пикассо или пойти в музей и посмотреть картину, Пикассо тоже говорил, что я не слестяюсь брать оттуда, где я хочу, и я беру там, где мне нравится. И поэтому я вот помню, сколько помню себя, всегда я ходил в Эрмитаж, и я наслаждался тем, чем мне хотелось наслаждаться. И я ничего не боялся, и до сих пор я ничего не боюсь. И если мне кто-то говорит, что «А, это Пикассо» или «А, это Шагал», да, простите, я получил наслаждение в первую очередь. Если хотите, вы можете смотреть, не хотите – не смотрите. Это же вопрос чисто индивидуальный. Причем каждый раз я уверен совершенно, что это и не Пикассо, и не Шагал, а все-таки это Ольховский, несмотря ни на что. Ну, прекрасно. А вот любимые ваши залы в Эрмитаже, скажем… С возрастом начинаешь больше понимать, но и с возрастом приходит и какое-то отчуждение к музею. Помню, в юности я приходил туда с большим восторгом. Я мог часами стоять перед великими полотнами мастеров старых, перед Рембрандтом. Тогда Даная еще была не уничтожена и не разрушена. Потом, к сожалению, ее какой-то сумасшедший испортил кислотой. Сейчас она восстановлена не очень хорошо, но выставлена. Вот, к сожалению, погибло величайшее произведение искусства Рембрандта. Но я его, как сейчас помню, хорошо. Вот это вдохновляло. И я приходил в Эрмитаж, конечно, каждый раз что-то видя для себя и новое, и повторяя. Ну и, конечно, третий этаж, где прекрасные художники, великие художники. Ван Гог, великий Гоген, величайший Пикассо и Сезанн, которого я начал понимать позже. И мастера, которые притягивали и до сих пор притягивают. И как-то вся моя душа вроде бы на третьем этаже в Эрмитаже. Хотя я очень люблю и классическое искусство. Притягиваю.